На Тюменском фестивале документального кино «Кинза» победителей нет. Организаторы отбирают лучшие работы профессионалов для показа широкому зрителю. Это и есть награда. Десять площадок никогда не пустеют. Кино без попкорна становится пищей для ума. В этом убедилась Вита Захарова. Читать название наше надо с последнего слога. «За кино». Когда началась война, деревья стали черные, деревья. Стали падать, лисы такие хмурые. На земле, где нет войны, ночью спят спокойно дети. Так начинается фильм Светланы Семеновой. В прежние годы она смотрела работы других, а в этом участвует со своим фильмом. Для дебюта взяла очень непростую тему. Это было очень сложно. Я честно вам признаюсь, я ни над каким своим фильмом так не плакала никогда. Потому что здесь подготовка к фильму, я урыдалась вообще. Сами съемки, я наревелась. Это такой, получается, детский взгляд на войну. То есть дети с детьми разговаривают о войне, взрослых вообще нет. На фестивале собрались ценители документального кино. С каждым годом их число растет. На каждом показе своя аудитория. В основном молодежь. Ну и старшее поколение с удовольствием смотрит фестивальные фильмы. Он проходит в формате фестиваль-фестивалей. И главная его цель, конечно, просветительская, культурно-образовательная. Мы считаем, что документальное современное кино, и телевизионное, и большое документальное кино, оно несет очень мощный гуманитарный вообще посыл. Снять документальное кино – дело непростое. Идея должна быть интересна не только автору. Ею нужно заразить и оператора, и режиссера. Фильм может снять и один человек. Но для начала нужно научиться, стать профессионалом, освоить киноязык. Можно выключить звук, и вы все понимаете. Без звука, без всего. Вот это и есть киноязык. Образы, метафоры, смыслы, подсмысли. Понимаете, вот это вот киноволшебство, киномагия. Целый день в гостиной топилась печь. Фестиваль проходит под слоганом «Смотри, Российское». Из изобилия интересных полнометражных и короткометражных фильмов можно выбрать те, что больше всего заинтересовали. Есть и кино о Севере. Это прежде всего телерадиокомпании, которые работают на нашем Тюменском Севере. Анастасия Лапсу – это мой личный друг. И мы первые на большом экране в Тюмени показали ее картины. Несколько ретроспектив делали. В прошлом году фильм наших коллег Натальи Решетниковой и Павла Хондорина участвовал в показе и вызвал большой интерес у зрителей. В следующем году организаторы ждут новых авторов и обещают, что фестиваль будет еще интересней. Это правда, действительно, лучшее. И честь и хвала вашему организатору Наталье Павловне, что она умеет это все отобрать, убедить людей, чтобы они сюда это все дали, привезли. Я считаю, что это огромный ее личный вклад в культуру города.